Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Пресвятитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 18 июля. Житие преподобного Отца нашего Иоанна Многострадального. Многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие. Сказал апостол Павел. Согласно с ним и возлюбленный ученик Иисусов Иоанн, девственник, сказал, «Я, Иоанн, и брат ваш, и общник скорби». С ними согласен и возлюбленный ученик Пресвятой Богородицы из Печерской обители, наш русский девственник Иоанн, который прозван Многострадальным. Действительно, много скорбей перенес он ради обещания девства, данные небесному жениху. Так он сам рассказывал про свою жизнь и задал его уже до смерти по следующему поводу. К этому преподобному, затворившемуся на одном тесном месте, в пещере преподобного Антония, и проведшему там всю свою жизнь, приходил часто один из братьев, которого обуревал дьявол плотским вожделением. Он просил Святого помолиться Господу об ослаблении его страсти. Преподобный же Иоанн говорил ему, «Брат, мужайся, пусть окрепнет твое сердце, терпи во имя Господне и сохрани пути его, и он не оставит тебя в руках наших врагов и не даст им уловить тебя». Отвечал ему обуреваемой страстью, «Поверь мне, отец, если не дашь мне ослабления, то я не буду знать покоя, но буду ходить с места на место». Преподобный же Иоанн сказал ему, «Зачем ты хочешь отдать себя на растерзание врагу? Ты будешь похож на человека, стоящего на краю пропасти. Придет к нему враг и внезапно столкнет его вниз, и такое падение будет ужасно, так что потом ему уже не подняться. Если же ты останешься здесь, в Святом Монастыре, ты будешь похож на человека, стоящего далеко от пропасти, которого враг как бы ни трудился тащить, не может сбросить. Так Господь за твое терпение избавит тебя от пропасти страстей и от бренной нечистоты. Послушай, брат, я расскажу тебе, что случилось со мной в юности». И он начал рассказывать всю свою жизнь подробно. «Когда я пришел, — говорил он, — в этот Святой Монастырь Печерский, и стал трудиться по чину святого ангельского иноческого образа, и я сильно разжигаемой похоти весьма много претерпел ради своего спасения. По два, иногда и по три дня я не ел, часто и целую неделю я совершенно не принимал никакой пищи, и жаждой умершлял себя. Целыми ночами я не спал. В таком страдании я провел около трех лет, но и таким образом не нашел я покоя. «Тогда я пошел в пещеру, где положен был преподобный отец наш Антоний, и пробыл день и ночь в молитве у его гроба. И вот я усыхал голос преподобного ко мне. «Юанн! Йоанн! Тебе нужно здесь затвориться в пещере, чтобы не видеть ничего и, пребывая в молчании, побороть страсть. Господь поможет тебе молитвами своих преподобных». «Потому», — продолжал он, — «я с тех пор затворился здесь, в тесном и в печальном месте, где живу вот уже тринадцатый год, и нескоро я достиг покоя. Целые года боролся я со страстями и телесными помыслами, ведя жизнь строгую, немало лет удручая свое тело, сначала только постом и бодрствованием, потом, не зная, что делать и не будучи в состоянии побороть плотской страсти, я решил жить нагим. «Я повесил на свое тело тяжелой вериги, и так с тех пор и поныне я изнуряю себя холодом и тяжестью железа. Однако, когда и этого всего бывало недостаточно, я придумал иное — выкопал глубокую яму по самые плечи. Когда настали дни Святого Великого Поста, я влез в яму и засыпал всего себя землей, так что у меня остались свободными только руки и голова. И так я пробыл под тяжестью земли весь пост, не будучи в состоянии двинуть ни одним суставом. Но и от этого не прекратилась жгучая плотская страсть моя. Кроме того, меня пугал враг-дьявол, желая выгнать меня отсюда. И я ощутил такое его коварство. На дне ямы загорелись мои ноги, жилы в них стянуло, кости трепетали. Пламя достигло уже живота, и члены мои начали гореть. Я же не обращал внимания на жестокую боль, но радовался душой, радовался, что душа моя сохранилась чистая, скверна. Я предпочел сгореть в этом огне ради Господа, нежели выйти из ямы, поруганным от беса. И в то же самое время увидел страшного и лютого змея, который дышал пламенем, обжигал меня искрами и хотел пожрать. Так он делал несколько дней, желая прогнать меня. С наступлением светлой ночи воскресения Христова напал на меня внезапно тот лютый змей, захватил в пасть мою голову и руки на голове. На бороде у меня опалились волосы. Как ты видишь теперь, я уже находясь в пасть у того змея, скричал из глубины моего сердца. Господи Боже, Спаситель мой, зачем ты оставил меня? Будь щедр ко мне, Владыка, потому что ты один человеколюбец. Спаси меня грешного, ибо ты один безгрешный. Избавь меня от скверного беззакония моего, чтобы я не погиб в сетях лукавого навеки. Спаси меня от этого врага. Вот он рычит, как лев, желая меня поглотить. Покажи силу твою и приди спасти меня. Блесни своей молнией и прогони его, чтобы он исчез от лица твоего. Когда я окончил молитву, тотчас свет божественный блеснул, как молния. И лютый змей тот исчез. И я его до сих пор не видал, по милости Божией. Я услышал тогда и голос Господа ко мне. «Иоанн! Иоанн! Вот тебе была помощь, теперь смотри сам, чтобы больше не пострадать в будущем веке». Я же сказал он, поклонившись, сказал «Господи, зачем ты оставил меня на жестокое мучение?» Отвечал мне голос. По мере твоего терпения было это постно тебе, чтобы ты, испытанный огнем, стал чист, как золото. Выше силы не допустит Бог искушения человеку, чтобы ни из немок он и не был поруган лукавым змеем. Но как разумный хозяин поручает крепким и сильным рабам большую и тяжелую работу, а слабосильным и слабым плохую и легкую, так понимает и о борьбе с телесной похотью, из-за которой ты молишься о себе. Но помолись тому мертвецу, который находится близ тебя, чтобы он излечил тебя от блудной страсти. Он сделал больше Иосифа и может помогать страдающим от этой страсти. А я, продолжал он, не зная имени этого мертвеца, стал воскресать, «Господи, помилуй меня молитвами этого преподобного!» Потом я узнал, что это был Моисей, родом Угрин, венгерец. Тогда меня сиял несказанный свет, в котором я и теперь нахожусь, не нуждаясь в свете ни ночью, ни днем. И все достойные, которые приходят ко мне, довольствуются этим светом и видят воочию мое утешение, которое осветило меня в ту ночь воскресенья, давая надежду на будущий свет. Окончив этот рассказ о многострадальной жизни своей, преподобный отец наш Иоанн обратился к одержимому страстью Плотской и сказал, «Мы ведь сами, брат, помышляем своим умом о Плотском. За это и попускает на нас Бог страдания своим праведным судом, потому что мы не приносим достойных плодов покаяния. Но, брат, я скажу тебе, помолимся этому преподобному Моисею, и он поможет тебе». После этого он помолился вместе с одержимым страстью, потом взял одну кость от мощей преподобного Моисея и дал ему, говоря, «Приложи ее к своему телу». Сделав это, брат тотчас почувствовал, как угас жар в теле его. Блудная страсть перестала беспокоить Иоанна и замерла в теле его. С тех пор не было ему более мучений от нее. Тогда святой и брат одержимый страстью вместе воздали хвалу Богу за то, что тех, которые прославляли его чистотой в своей жизни, прославляет он и по смерти чудесами, очищающими людей от греха. Вскоре после рассказа о своих великих страданиях, «Многострадальный затворник преподобный отец наш Иоанн 18 июля предал дух свой в руки Господу». Последовала кончина в половине двенадцатого века, чтобы воцариться с тем же, с кем вместе пострадал. Мощи же его святые, подающие неоскудевающее исцеление, как столб защиты от лица вражего, стоят и теперь непоколебимо там, где он сначала сам себя закопал по плечи, когда подвязался и где после узнал время своего представления. Молитвами многострадального этого затворника, преподобного отца нашего Иоанна, честное тело которого, как победившего телесную страсть, многим страданиям стало столпом в Доме Божием. Да будем и мы направлены, как светом в столпом, явившимся перед Моисеем, в ту обетованную небесную землю, текущую молоком и медом, чего удостаиваются кормящиеся грудью младенцы. А также этот девственник Иоанн, подобный Иоанну на перстнику Христа, благодатью и славою строится славимого Бога, которому высылается слава ныне и вечно. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.